Волгограде прошел финальный этап конкурса «Мой первый бизнес». На три дня лагерь, на базе которого проходил проект, превратился в закрытое административно-территориальное объединение. Ребят разделили на команды, и на базе воображаемого города 404 они должны были проявить себя. Из 72 участников школьников нашего региона наставники выбрали лучших из лучших настоящих бизнес-лидеров. Победители интенсива получили скидку на обучение на факультете бизнеса капитаны. Мы решили пообщаться с участниками проекта и пригласили их в студию программы «Званный гость». Итак, знакомьтесь, Анастасия Пиненкова и Андрей Гудков. 23 февраля все-таки уже позади, поэтому дадим начальное слово Насте. Настя, ну расскажи, три дня вы были в закрытом лагере. Какие впечатления первые? Впечатления только положительные. Я безумно была в восторге с самого начала, особенно от ритма, который там был. Бешеный ритм, который не давал вообще заскучать ни секунды, не было вообще свободного времени. И, не знаю, я люблю такой ритм. Я кайфую от этого. Ну как вы думаете, зачем были созданы такие условия, такой ритм насыщенный? Я полагаю, что вот эти три дня лагеря, это была небольшая такая репетиция вообще жизни капитанов, потому что вот это именно тот ритм, который они проживают, обучаясь на том факультете и после прохождения обучения. Все, вот когда они встают рано утром, занимаются каратэ несколько раз в день, выматываются предельно, это все, конечно, мотивирует и просто ты задаешь себе вопрос, ну если они могут, то почему бы и мне не попробовать? Ты просто берешь и делаешь. Ну вы представители разных команд, правильно? И расскажите, вы приехали когда туда, все были незнакомы для вас, и как быстро вы сдружились, как быстро сплотились ваши команды? Ну, получается, я туда приехала, я считаю, никого не знала, за исключением пару человек, а вообще с командой сдружились достаточно быстро, потому что все-таки с самого начала нас погрузили в работу, и уже изначально должно было быть доверие к друг другу, поэтому сплотились достаточно очень быстро. Когда я еще не приехал в лагерь, ребята в беседе, которая была создана ВКонтакте, там были все, они говорили, что вы за три дня станете чуть ли не семьей там. Ну, естественно, я скептически ко всему этому отнесся, и когда нас собрали после общей встречи в маленькой комнате, я просто сидел, слушал ребят, ну, интересные они были, достаточно разносторонние, разноплановые, и потом, впоследствии, после окончания вот нашей общей беседы, я понял то, что, в принципе, вот с этого разносола может что-то получиться. Некоторые ребята были особо творческие, у нас был свой музыкант в команде, скажем так, который очень нам, очень многое сделал для победы. У нас были ребята, которые могли разгадывать разные тайны, просто поработать мозгами, скажем так, и были просто крепкие парни, на которых можно положиться, это был не я, если что, да, просто были крепкие ребята, которые точно, безукоризненно выполняли свою работу. И, да, это принесло свой результат. Ну, вас наставники разделяли на команды, или вы сами как-то там? Вот это мы не можем вам сказать, мы сами никого не выбирали, списки уже были созданы, и к нашему призу нас просто расфасовали, и все. Чем заключалось ваше пребывание в лагере? Ну, собственно, получается, мы прибыли изначально в город 404, и, собственно, наша задача заключалась в том, чтобы обустроить этот город. То есть город был поделен на 6 районов, и вот каждый отряд свой район обустраивал. Чтобы его обустроить, нужно было бы также зарабатывать деньги, покупать на них здания, собственно, склеивать эти здания, уже ставить, покупать здания, и ставить их уже на карту города, и, получается, собирать с этого прибыль, какой-то доход, рейтинг. И, получается, основной задачей нужно было сделать так, чтобы наш район оказался лучшим. Как вы думаете, ну, почему вот бизнес, да, направление выбрали именно такой формат конкурса, то есть город, свои районы, почему именно такой формат выбрали? Мэр нашего города в самый первый день открыто всем сказал, что бизнес — это не только про деньги. Бизнес — это и про людей, и про команду, которая тебя окружает. И без всего этого никаких денег ты не увидишь. То есть ты должен знать то, что у тебя есть команда, ты должен знать то, что у тебя есть люди, которые могут положиться на тебя, на которых ты можешь положиться. И вот вся эта система города, система районов, это, на самом деле, довольно сильно сплачивает и помогает двигаться к цели сообща, как команда, как единое целое. Ребята, ну почему вы приняли решение участвовать в этом конкурсе, Настя? Вот, например, ты, да, школьница, девушка. Почему бизнес тебя заинтересовал? Ну, это как минимум независимость, так скажем, от родителей, вообще от кого-то, либо в финансовом плане. И вообще это, в принципе, интересно. Намного интереснее, как я считаю, нежели инженер, хотя это тоже очень важно. Вот, как бы бизнес, ты можешь выбрать какую-то свою сферу и в ней развиваться. И потом уже из этого ты можешь просто развиваться по жизни. Вот и Андрей. Ну, я соглашусь с Настей, что если ты правильно направишь свой потенциал, ты будешь сам себе начальником, сам себе судьей, и никто тебе поперек слова не скажет. И, в принципе, капитаны, они именно к этому, как я думаю, и готовят. Что ты становишься чем-то независимым, целым и полноценным. Ну, ты почему решил принять участие в этом конкурсе? Ты откуда, во-первых, узнал про него и что тебя подтолкнуло? Я узнал от друзей, которые поступили на факультет капитанов, которые принимали участие в лагере лица педагогов. И они мне просто написали, хочешь, не хочешь. Я говорю, ну, давайте. Ну, меня это просто заинтересовало, это звучало очень интересно. И почему бы и нет просто. И теперь после этого лагеря я буду частенько руководствоваться принципом, почему бы и нет, потому что иногда это может завести, например, вот сюда. Но все-таки вы стали победителями. И как ты думаешь, что тебе помогло стать призером конкурса «Капитана России»? Ну, скорее всего, это личное качество, также творчество. И, не знаю, особенно, как я считаю, важна была поддержка просто твоей команды. Ты нервничаешь, а они тебе говорят, расслабься, успокойся, соберись. И, собственно, это уже помогает. Ну, в своем районе ты чем занималась? Были у вас какие-то распределения, обязанностей? Ну, так скажем, мы все занимались. Мы все вместе работали, и каждый за что-то отвечал. Кто-то во время экономического цикла разгадывал ребусы, тайны, решал, решал ребусы, разгадывал тайны. Кто-то ходил, зарабатывал деньги, выполнял различные задания. Кто-то же просто, не просто, это была очень важная задача, склеивал здание, которое мы уже впоследствии ставили на карту города. Вот, Андрей, как думаешь? Первые два дня нас разделяли по видам деятельности. Это была, например, покупка и организация зданий, его склейка и, собственно, зарабатывание денег и рейтинга. Первые два дня я лично занимался именно заработком, потому что сначала я как-то просто это прощупал, а потом я понял, что я могу, в принципе, заниматься и приносить реальную прибыль своей команде. И в последний день, как-то деньги уже не очень решали, и мы решили с моим товарищем, Пашей Копасовым, приветным, мы решили с ним разгадать тайну города. Тайны города были разнообразны и совершенно. Нам досталась загадка Эйнштейна. Это довольно сложная логическая загадка, которую мы на двоих разгадывали весь игровой день. И впоследствии, не без хитрости, разнообразно, если вы понимаете, с чем я, мы смогли решить. Ты считаешь, что в этом был успех? Это был успех меня, конечно же, и моего друга. Друг без друга мы бы ее не решили никогда. Ну вот, вы стали победителями, конкурс закончился. Как изменилась ваша жизнь? Что-то сейчас уже идет по-другому? Или как-то ваши мысли, ваше восприятие мира стало другим? Я поняла, что время нельзя тратить на какие-то бесполезные вещи. Ну, нельзя просто так сидеть и каждая минута на счету. Еще раз повторюсь, то, что безумный ритм, который был в лагере, он не позволял сидеть на месте. И также вот сейчас не хочется останавливаться и засиживаться просто так. У тебя? С самого начала заявляли, что день в этом лагере у вас будет длиться за месяц. Ты будешь думать, что ты делаешь очень много дел за один день. Но это было действительно так. И я понял, помимо того, что времени нельзя тратить впустую, что на самом деле у любого человека, который существует на этой земле, у него куча времени. У него куча времени. Он предоставлен сам себе и может развиваться как ему угодно, сколько ему угодно. Но наша проблема в том, что зачастую мы тратим слишком много времени на какие-то пустые вещи, а потом просто постоянно отговариваем себе то, что, ой, я не могу этим заняться, потому что у меня нет на это времени. Время есть всегда. Нужно просто желание и мотивация. И этот лагерь ее дал предостаточно. Я полностью заряжен на действия. Ребята, давайте в окончании нашей беседы, скажем, могли бы вы посоветовать школьникам Волгограда и вообще других регионов участвовать в этом конкурсе? Конечно, само собой. Потому что если ты... Абсолютно любой человек может принять участие в этом конкурсе. Если ты думаешь, что ты зажатый, то, что ты мало общаешься с людьми, и у тебя не получится в достаточной мере представить себя на этом конкурсе, ты можешь отмести эти сомнения, потому что люди были всякие. Я повидал многих. Там были не только позитивные ребята. Их было... Ну, и как бы таких, так скажем, интровертов было достаточно много. Но впоследствии... Ну, такой интроверт был у меня в отряде. И впоследствии он из интроверта стал полноценным членом общества, который и смеялся, и танцевал, и оно просто было очень счастливое, мне кажется. Ну, вот почему ребятам надо идти на этот конкурс и участвовать? Во-первых, потому что это интересно. Если тебе что-то неинтересно, ты это никогда в жизни не будешь делать. Но именно капитаны и этот конкурс – это довольно интересный опыт для тебя. И помимо того, что это интересно, это еще и крайне познавательно. То есть ты много для себя открываешь, не только в плане бизнеса, но и в плане взаимодействия с людьми, в плане построения своей дружбы, своих отношений. И просто огромная куча всего разнообразного ты можешь почерпнуть из-за участия в лагере капитана. Есть что добавить? Ну, человек просто раскрывается, как я считаю. Вот как Андрей говорил, человек, приехавший туда, так скажем, не социофоб, но что-то средненькое, он раскрывается полностью, он начинает больше доверять людям, и это уже как минимум хорошо. Ну что ж, ребят, я желаю вам успеха, и пускай эта победа будет самой первой на пути всех ваших будущих побед и успехов. На этом программа «Званый гость» подошла к концу. Спасибо, что оставались с нами. Продолжение следует...